Доброе утро, мои дорогие зрители! У кого добрый день, у кого добрый вечер, смотря в какое время вы будете смотреть. Я начала прям как будто сейчас начну сказку рассказывать. Да, небольшая сказка. Называется «Обзор быковый». Я немножечко пробегусь по вчерашнему видео, а потом про стрим расскажу. Что меня задело в вчерашнем видео «Обзор быковый»? Мы уже, как многие заметили, и обзорщики, и люди, которые пишут комментарии, у «Обзор быковой» всегда какая-то каша. То есть она один день снимает, снимает, снимает все подряд, потом начинает делать нарезки, да, нарезки она делает, делает, и потом в разные видео вставляет, и получается у нее какая-то каша. То есть вчерашнее ее одевание – это день, когда были похороны, это день, когда Быкова выходила в стрим, и это же видео. Все в один день, потому что везде она в одном и том же, в той же кофте с тем же пятном на рукаве. Дальше, что у меня заинтересовало, когда она обудила Лешу. Все заметили, что кровать-манеж стоит в комнате у Леши, при том, что Леша спит на раскладушке. И вот я чуть-чуть не разглядела, может, вы мне подскажете, в чем был одет Леша. У меня такое впечатление, что он был в спортивных штанах и спортивной кофте. Я не думаю, что парень 16 лет, 15, будет спать в пижаме. Тем более, Быков говорит, что у них тепло. По-моему, он так же, как мама, одевается. Ну, если к Веронике скакать всю ночь, то, знаете, одеваться, раздеваться, замучайся. Поэтому он в чем ходит, в том и ложится спать. Вот это мне было интересно. Дальше. Что еще дальше? Дальше Быкова пошла по хозяйству. И что я поняла? У нее название такое, все плохо, как всегда. У нее же хорошего ничего не бывает. Пошла по хозяйству. Что мы видим? Сено заканчивается, но пока хватает. Но скоро начнется сбор на сено. Мусор какой-то на голове. Потом, что еще? Не очень-то ее интересуют животные. Она к ним охладела. Хотя она до сих пор кричит на каждом углу, что она их любит. Нету той любви. Вообще, от слова совсем. Это так уже пройденный этап. На этом контент уже не сделаешь. И поэтому она их уже не очень-то и рекламирует, и говорит об этом. Раньше было много разговоров и о коте, и о теле, и как свиньи поросились, и как покрывались, и как лечились. И все в подряд было. Сейчас это все ушло в никуда. То есть это уже пережитки прошлого. Поэтому у Быковой смотреть нечего. Как вчера на стриме она сказалась. Восьмое место занимает. Вот хорошее видео не зашло. Да нечего там смотреть. Просто нечего там смотреть. Неинтересно. Дальше я перейду к обзору видео Леши, Алексея и Кухни. Так, что мы выяснили? Самое интересное. Извините. Была реклама на деревенском дневнике. Заболел сын. И стоит превью Алексея. С его последнего видео Алексея и Кухни. Заходим к Алексею. Что мы там видим? То, что Алексей практически перестал готовить. Видите ли, кашу они не едят. Едят плохо. Он говорит, кастрюлю на 3 литра. Налил он там 2 литра молока. И то не он. Он почему-то попросил Даню налить. Ребенок явно не дотягивался. Ребенку было неудобно в куртке. Они бы еще его связали усмирительной рубашкой. И попросили бы его вылить молоко. Алексей, конечно, ему помог. Каша там варилась, это минутка. Алексей кашу не любит. Зато все любят вареные яйца. Самый простой способ. Яиц они едят много. Дальше Алексей стал нам повествовать, что он переболел ковидом. Только почему-то. Непонятно, когда он болел. То, что Быкова сидела на карантине, мы это поняли. Две недели она никуда не выезжала. Это было понятно. Потому что и Сергей Петрович ездил за лекарствами, и она все время сидела. Это вот в тот момент, когда она якобы пропала, когда она накрытой одеялом была. Там очень все непонятно. Кто болел ковидом? Когда болел? Почему-то Алексей в это время мотался на каток, ездил в магазин и за шоколадку покупал себе подписчиков. Когда он переболел ковидом? Почему семья не сидела на карантине? Почему не приходили и не брали ПЦР-тесты у всех? Даже у детей? Мне, конечно, очень странно. Я не думаю, что в периферии так все запущено. Но что мы слышим от Алексея? Что он переболел тяжело. Странно, конечно, что он тяжело переболел. Когда тяжело болеют, они лежат и по каткам не бегают. И тут вдруг осложнение. Почему-то Алексей с Сергеем Петровичем поехал в клинику М-клиника. У него он уронил телефон. Но мы слышали. Я в Инстаграме видела у него то, что он поехал в поликлинику, в клинику уронил телефон, разбил. Но вот сейчас ему отремонтировали его. На что он снимает, я не поняла. Почему-то он снимает аппарат УЗИ. А никогда его снимает. В общем, такой же интриган, как его мама. Интригу создаёт. Что он нам сказал? Что у него нашли осложнение. У него проблемы с сердцем. У него порог. Не порог, а порог. Он всё поперепутал, мальчик наш. Всё поперепутал. Ну, надеемся, что всё будет хорошо. Будем надеяться, что у него это возрастное. Но не обязательно от ковида. Да, я знаю, ревматический порог бывает в сердце. У подростков, даже взрослых людей. После инфекционных болезней чаще всего это после ангины и скарлатины. Ещё ковид до конца неизучен. Осложнения бывают разные, потому что он очень похож на грипп. И по какому органу он ударит, непонятно. Если это правда. Если это очередная уловка, то это по сценарию Быковскому. А Быкова выступает по сценарию Козлодоевых. Поэтому всё, как всегда, у них. Ничего нового. Да. Поэтому, но самое интересное, что Алексей сказал, что он пьёт валерьянку. Вы знаете, если бы мне показали, что подросток пьёт валерьянку, я бы сказала, что у него не порог сердца. У него какая-нибудь межрёберная невралгия. Потому что, как он показал, где болит, я могу сказать, что при пороге сердца ничего не болит. Ни-че-го. Просто, когда ты поднимаешься по ступенькам, ты задыхаешься. Когда ты пробежался, тебе не хватает воздуха. Человеку ничего не болит. Просто человеку не хватает кислорода. А почему не хватает? Потому что клапан открыт, захлёстывается кровь, и ты начинаешь задыхаться. То есть кислород не успевает к лёгким подходить. И сердце начинает тропыхаться. То есть, когда ты бегаешь, оно, тахикардия начинается. Болеть там нечему. Если мы выписали валерьянку, никакого порока там у него нет. Нет, это трёшь. Потому что при пороке валерьянку не выписывают. Её могут выписать только когда межрёберная невралгия. То есть Лёша бегает из дома в кухню, с кухни на скотный двор, и его где-то продуло. И вот эта мучица, которая проходит по левой стороне, где у нас сердце находится, он её застудил. И она болит. Она болит, может, спереди, сбоку, сзади, где угодно. Это называется межрёберная невралгия. Там валерьянка поможет. Для того, чтобы успокоиться. Ну, это трава. Это лекарство ни о чём. И оно помогает только с периодом накопления. Это я обсудила. А по стриму, по вчерашнему, я скажу только несколько слов, чтобы вас не задерживать. Быкова собирала деньги на день рождения, который будет 16-го числа. Она хочет подарок за 10 тысяч. Она была мягкая и пушистая. И когда кидала карту, она писала под картой «Ваша любовь». Карта в чате. То есть, кто любит, присылает денег. Опять. Опять у неё была интрига, что ей любимый звонил. Я вот всё не понимаю, зачем она будет себе покупать подарок, когда у неё есть любимый. Пускай любимый пошевелится. И самое интересное. Как всегда, Оля сказала, что на YouTube она несёт мессию. А мне больше кажется, что она выполняет миссию какую-то, а не мессию. Поэтому скоро Быкову введут в ранг святых. И её хомяки будут ей поклоняться. То есть, был божок Кузя, теперь будет богиня Ольга, святая Ольга. Поэтому она у нас занимается мессией, как она сказала, что она несёт. Только я не пойму, в чём её мессия. Вот в чём? Деньги собирать? Когда народ ей задаёт вопрос, вот мы плохо живём, я бедная, вы могли бы нам тоже помочь, нам тоже надо помощь. Она сразу отвечает. Вот вся её благодетельность. Что она говорит? Открывайте канал, набирайте подписчиков, просите денег. Всё. Опять это был сценарий Козлодоевых. Давался он ей тяжело. Опять она играла из себя психолога. Вот когда она трепется на тему бывших мужей, свекровей, соседей, врачей, педагогов, когда она говорит про говно, из неё льётся, как из рога изобилие. А тут каждое слово, пауза. Ей кто-то написал про меня, что у меня стримы, я говорю про неё. Она ответила, не ходите по говноканалам, никого не смотрите, не делайте им просмотры. Подписчики Оли, не ходите ко мне, лучше посылайте Ольге деньги. Я каждый раз об этом говорю. Я вас здесь не жду. Я жду адекватных людей, которые услышат меня и не будут слать деньги быковой. А она пускай зарабатывает съёмками. Всё, мои дорогие, я с вами прощаюсь. С меня ещё небольшое видео, как я делаю пельмени, особенно как делают тесто, меня просили. Я думаю, фарш каждая хозяйка делает по-своему. Поэтому я прощаюсь. До скорых встреч. Ваша Наталья. Субтитры подогнал «Симон»